Всем привет, я Олег Кашин. Каждый день я пишу колонки и думаю о судьбах Родины, и сейчас мы прочитаем мою статью 2007 года. На прошлой неделе, ковыряясь в своем мобильном телефоне, я по ошибке нажал не на ту кнопку и стер сразу все, а это что-то около тысячи номеров, телефонные номера, которые скопились у меня за последние пять лет. Часть контактов удалось восстановить, часть, видимо, не удастся никогда. То есть, если постараться, может быть, они бы и нашлись, но вот почему-то не хочется. Я расскажу о нескольких таких людях. Это было несколько лет назад. Мне нужно было взять комментарий у одного министра. В результате многочасовых поисков я вышел на его помощника, тот помог мне и так и остался в записной книжке «Помощник министра». Премьером в то время еще был Михаил Касьянов, а через несколько месяцев президент отправил правительство в отставку. Новым его главой стал Михаил Фродков, а то министерство просто перестало существовать. Его объединили с другим, прежний министр ушел в отставку, а новый, очевидно, привел свою команду вплоть до секретарш. Так, по крайней мере, думал я, но буквально через несколько дней тот помощник министра позвонил мне сам сообщить, что он остался в министерстве и, если что, готов помогать мне получать комментарии от нового министра. Я спросил его, как ему удалось остаться, он в ответ захихикал и произнес фразу, от которой меня чуть не стошнило. Фраза звучала примерно так, просто надо уметь договариваться. Бывшего министра отправили на пенсию или куда-то еще, точно не помню, а я, говорит помощник, а я остался на подхвате. Если бы меня в тот день спросили, какое словосчитание кажется мне самым омерзительным, я бы ответил, не задумываясь, на подхвате. Да, наверное, и сейчас тоже ответил бы так же. Этой весной 2007 года я устроился на работу в журнал, владелец которого имеет несчастье быть функционером одной известной партии, «Справедливая Россия» Николай Ильевич. Почему-то это обстоятельство стало для многих моих давних знакомых поводом считать, что я работаю теперь на эту партию. Я вначале спорил и обижался, потом понял, что это бесполезно и старался просто работать так, будто никакой политики в этом мире вообще не существует. И в какой-то момент мне позвонил один парень, мы виделись однажды, года два назад, в лагере наших на Селегере, он тогда был комиссаром этого движения, а теперь, оказывается, стал одним из лидеров молодежного крыла, то есть самой партии, в работе на которую меня пытаются увлечить мои знакомые. Он предложил встретиться, я спросил, по делу или просто, он ответил, да просто поболтать, мы же теперь в одном лагере и мы должны дружить. Я повесил трубку, разумеется, мы так и не встретились. Я тогда работал на нескольких работах, обозревателем в журнале, колумнистом в газете и редактором отдела в молодежном ежнедельнике. Однажды меня позвали работать в новый журнал, я согласился и стал в этом журнале заместителем главного редактора. Главный редактор того ежнедельника, в котором у меня был отдел, сказал мне, что совмещать редакторские должности в двух изданиях неэтично и предложил мне стать в его газете обозревателем, а на роль редактора отдела найти нового человека. Я согласился на такую рокировку и посоветовал главному редактору девушку, которую я знал по ЖЖ, как неплохо пишущую активистку одного молодежного движения. Девушку взяли, мы с ней встретились, обменялись телефонами и договорились, что она будет заказывать мне статьи, а я буду их писать. Первая статья, вечно зеленая тема, была посвящена влиянию интернета на общественное мнение. В этой статье я перечислял наиболее яркие эпизоды, в которых интернет оказывался сильнее судов и прокуратур. И среди этих эпизодов было дело Ивана Николай, женщины, зарезавшей таксиста, а потом заявившей, что он пытался ее изнасиловать. И дело Антонины Федоровой, женщины, которую до сих пор обвиняют в попытке убийства собственной дочери. О каждом из этих дел я в свое время писал, и оба раза моя точка зрения не совпадала с общепринятой. Ни защитникам Иванниковой, ни защитникам Федоровой я не верил и в своих статьях объяснял, почему я им не верю. Когда вышла газета, я прочитал свою заметку, и я не без удивления увидел в тексте, подписанном моим именем, слова об Иванниковой, сумевшей защититься от насильника, и о несправедливом обвинении, предъявленном Федоровой. То есть прямо противоположное тому, о чем до того я много раз писал. Я написал девушке возмущенное письмо и получил ответ, он начинался с совершенно очаровательной формулировки. Да, я изменила вашу точку зрения. Досчитывать я не стал. Писать статьи для этой газеты тоже. С тем парнем мы почти ровесники, но за свои годы он успел добиться гораздо большего, чем я. Успел побывать помощником первого вице-премьера Немцова, лидером хоть и Карликовой, но все-таки партии, автором модного в прошлом году политического бестселлера и даже почти чиновником с персональной черной Волгой. А однажды по московской журналистко-политической тусовке распространилась забавная сплетня, касающаяся одного известного публициста. Источником сплетни, правда, был один политолог, известный своей склонностью к циничным шуткам, и верить в правдивость его информации было необязательно. Как раз в те дни я встретился с тем своим приятелем, автором бестселлера и почти чиновником. Оказалось, сплетню слышал и он. Я спросил от кого, и он назвал имя одного влиятельного деятеля. И я поверил, потому что когда информация исходит сразу из двух независимых друг от друга источников, вероятность того, что она правдива, здорово повышается. Через несколько дней я узнал, что никакой влиятельный деятель ничего моему приятелю не рассказывал. Он знал ту сплетню от ее автора, того самого циничного шутника, но поскольку статус обязывает, решил приврать, демонстрируя свою близость к влиятельным людям. Это было год назад. С тех пор мы встретились только однажды, случайно. Еще один мой приятель, молодой автор статьи на политические темы, однажды вступил в какое-то молодежное движение, и через некоторое время попал в составе делегации молодежи на прием к помощнику президента. Мы встретились сразу после этого приема, и мой приятель, стараясь говорить как можно более небрежно, сказал мне голосом депутата Государственной Думы, ну что, встречались с начальником, начальник озвучил повестку. Сказать ему в лицо то, что я думаю, я не решился, но ночью, вернувшись домой, написал ему письмо. Я писал, что меня испугала его реакция на бесценное соприкосновение с властью, и что я очень советую ему быть осторожнее и держаться от всех этих кабинетов и коридоров подальше, потому что очень трудно остаться живым человеком, попав в этот механизм. Он поблагодарил меня за письмо и пообещал не пропасть. Прошел год. После какого-то очередного скандального политического события, мой приятель написал мне письмо, в котором речь шла о том, что сейчас, накануне парламентских выборов, важно определиться, на чьей ты стороне, и что если я не готов быть на стороне Кремля, значит, я на стороне его врагов. Мне не понравилась такая постановка вопроса. Я напомнил своему приятелю о своем прошлогоднем письме. Да ладно, ответил он. Я сам могу тебе, знаешь, сколько красивых слов написать. Больше мы не общались. Их номера болтались бы у меня в мобильном еще не один год, если бы я по ошибке не стер всю свою телефонную книгу. Теперь не болтаются. Я, конечно, мог бы сейчас сказать, что больше с этими людьми мы никогда не встретимся, но зарекаться не буду, встретимся наверняка. Жизнь долгая, а земля круглая. Пометка «Ни с кем не встретились больше». Эта колонка написана так, что непосвященный читатель увидит в ней только пять абстрактных психологических этюдов, а ее герой увидит себя. Наверное, им будет неприятно. Я надеюсь, что им будет неприятно. Но почему-то я уверен, что если с кем-то из этих пятерых мы когда-нибудь встретимся и заговорим, ни один из них не напомнит мне об этой колонке. Сделает вид, что не прочитал. А если прочитал, не понял, что это о нем. Когда человек, стремящийся к власти, к деньгам, к популярности, отказывается хотя бы от одного человеческого качества, рано или поздно он откажется от остальных. В том числе и от стыда, чести, совести. Так вышло, что каждый из этих пяти сегодня чувствует себя, если не победителем, то, по крайней мере, именинником. Каждый из них произносит местоимение «мы», вкладывая в него все эмоции, на какие только способен. Наверное, приятно чувствовать себя частью чего-то большого и потрясающего. Особенно, если твое собственное «я» ничего не стоит. 2007 год. И статья могла быть опубликована в газете «Взгляд», если бы ее главный редактор Александр Шмелев, известный, наверное, многим сейчас, не сделал вид, что не получил ее, хотя она нормально отправилась, письмо не возвращалось, электронная почта правильно указана. Ну, в общем, понятно, времена были такие, контекст, наверное, нужно пояснить. Выборы 2007 года – это такие модельные для будущего путинизма выборы. Я подозреваю, что интрига заключалась в том, что в апреле умер Ельцин, и Владимир Путин лишился каких-то ограничителей, и, соответственно, выборы прошли под знаком «План Путина – победа России», «Кто против, те враги России», выражение «шакалить у посольства», ну, оттуда же. И, в общем, как-то вдруг оказалось, что те люди, с которыми раньше можно было просто ограничиться несогласием, теперь действительно воспринимают тебя как врага. Но я попытался посмотреть на происходящее, посмотреть на конфликты, сопровождающие вот тот напряженный, как тогда казалось, очень напряженный политический период, посмотреть не с политической, а с человеческой точки зрения. Написал такой текст, и, повторю, он не вышел в газете «Взгляд», и в интернете его, насколько понимаю, в общем, нет. Он публикуется, ну, может быть, не впервые, а, может быть, в ЖЖ его вешал, но, по крайней мере, ссылки на него нет нигде. 2007 год. Теперь же свои новые свежие статьи я трижды в неделю публикую в Телеграм-канале «Кашин Плюс». Он закрытый, он платный, но это не страшно. Подписка 5 евро в месяц. Любая карта российская, не российская, простая и удобная. Ссылка на подписку прямо здесь, внизу, в описании того ролика, который вы сейчас смотрите. Также имейте в виду, что ежедневно в 9 вечера по Москве на этом же YouTube-канале, на YouTube-канале Олег Кашин, я провожу свои сольные, классические, авторские стримы. Вначале произношу краткую речь по итогам дня, потом долго и подробно отвечаю на все вопросы всех зрителей. Я сказал в 9 или в 8, в общем в 8, и прям, скажем, не совсем каждый день, но не важно. Отвечаю на все вопросы всех зрителей. Всегда остро, всегда интересно. Смотрите, и чтобы не пропустить, нажимайте на бубенчик, ну и подписывайтесь на мой YouTube-канал, YouTube-канал Олег Кашин. Читайте меня, смотрите меня, слушайте меня, оставайтесь со мной, возвращайтесь. Я Олег Кашин, всем спасибо, всем пока, всем до завтра.